Хороший матч, хорошая атмосфера на стадионе, как я и говорил на пресс-конференции, для нас поддержка соперника, болельщики, которые сегодня были, мы также это хорошим подспорьем было для того, чтобы провести хороший матч в нашем исполнении. Я доволен действиями своей команды на протяжении 75 минут. Но матч состоит из 90 минут плюс компенсированное время. Мы отдали последние 15 минут инициативу территорию, территориальную инициативу отдали сопернику. И за счет этого соперник спас матч сегодня. Если говорить о том, как матч протекал с точки зрения единоборств, с точки зрения технико-тактических действий, считаю, что мы были ближе сегодня к победе по тому, как наш рисунок и план работал на игру. Но не всегда бывает так, когда ты близок к победе и по структуре игры, по рисунку игры. И часто бывает, еще раз говорю, то, что отдали инициативу в последние минуты, и, к сожалению, соперник спас ничего. Есть еще второй матч. Противостояние не закончено, поэтому будем готовиться ко второму матчу. И уверен, что сделаем все для того, чтобы склонить чашу весов в этом противодействии в свою пользу. Благодарю за прием, за хорошую атмосферу на стадионе. Спасибо вам за добрую атмосферу, которая владела на стадионе. Встретимся через неделю. И увидимся за 7 дней. Встретимся через неделю. Он считает, что были в лучшей команде? По сравнению с железночем. Сейчас такова ситуация, что выяснили, что матч был в ничью. Насколько будет проблема, что вы играете на нейтральной территории? Конечно, ничейный исход сегодняшнего противостояния первого матча оставляет, в моем понимании, шансы 50 на 50 как нам, так и Железненчару. Сегодняшний результат оставит нам простор и шанс 50 на 50. У нас не будет преимущества, что мы играем на нейтральном поле и без зрителей. Но, тем не менее, победитель выявляется на футбольном поле, поэтому мы принимаем те условия, в которых будем играть. Еще раз говорю, наша задача профессионально подготовиться к матчу, проанализировать соперника в сегодняшнем матче. Мы с ним познакомились уже в сегодняшнем матче. Да, сегодняшний результат мы познакомились на этой утакнике с нашими противниками. И дать все от себя, чтобы мы играли хорошо и профессионально на нашем трене. И постараться решить исход противостояния в ответ на матч. И попытаться играть в нашу пользу. На следующий утро. Наши вопросы? Продолжение следует. Оцениваю игру положительно. Я уже сказал, что 75 минут мы четко выполняли тот план на игру, которым... Смотрим, что мы первые 75 минуты очень хорошо играли. И что мы исполнили все наши ожидания. Но чисто психологически отдали территориальное преимущество сопернику в последние 15 минут. Надо отдать должное и железничару, потому что путем замены они усилили давление на наши ворота. Кроме замены играча, железничаря мало. Попа лишал ситуацию и игру своего тима. Поэтому последние 15 минут, конечно, я не совсем доволен игрой своей команды. А так 75 минут все было достаточно хорошо. И, конечно, я не доволен с последних 15 минут игр, но с последних 75 минут я очень доволен. Пресс-конференции не было фаворитов на пресс-конференции, но я думаю, что после этого матча вы фавориты. После этого матча что? Да, после этого матча вы фавориты будете. Я не думаю так по той причине, что, опять-таки, еще раз скажу, мы играем на нейтральном поле, поэтому здесь... Играем на нейтральном террине, так вот, да? Да, и без зрителей, поэтому я считаю, что после сегодняшней ничьи, с учетом даже того, что происходило на футбольном поле, пока шансы наши остаются 50 на 50. И далее смотрим, да, что шансы за нары, ну вот так мы все подозили, например, подозили. Но, как команда, которая амбициозная, будем, конечно, стремиться все-таки оказаться победителем в этом противостоянии. Но, с обзиром на том, да смо амбициозный тим, конечно, да будем трудиться победителем.